Так, мы кратко познакомимся, что такое вообще NoSQL база данных, какие есть решения для работы с оконодруженными системами, какие-то основные теоретические вопросы разберем в NoSQL, и также несколько примеров, такие как Tarantul и MongoDB. Ну, вообще, NoSQL не так давно появился, наверное, лет 5, в принципе, уже достаточно популярно, набирает обороты. Есть такой даже мем интересный, что NoSQL для ленивых, то есть из-за того, что многие NoSQL решения – это ключозначение, соответственно, знать нужно мало, теоретически основов мало, и многие даже пишут себе в CV, типа, я тоже знаю там NoSQL, вот, типа, эта фигня. Ну, на самом деле, не все так сложно, не все так просто. Есть достаточно умные большие книги по этому направлению. С каждым годом все больше появляется новых каких-то NoSQL решений, NoSQL баз данных, вот, ну, и вообще, прежде чем говорить о NoSQL, сначала нужно посмотреть, что такое вообще наше реляционное СОБД. Вот, ну, наверное, многие знают, что реляционное СОБД уже порядка 20 лет на рынке, вот, много хороших баз данных за это время вышло, реляционных, вот, и основные их все-таки плюсы – это, прежде всего, персистентное хранение, рекуррентный доступ конкурентный, это шарды различные, это интеграция баз, ну, и, конечно же, это некая почти стандартная модель работы с этой базой данных, вот, ну, а чем же вообще является NoSQL, вот, по факту, да, это такое, ну, вообще, ну, зачем нужно NoSQL, казалось бы, сначала, да, то есть, есть какие-то формы, их можно достаточно легко выложить в таблице, да, вот, ну, посмотрим, как вообще у нас мир менялся, да, то есть, сначала были какие-то данные, у нас было одно приложение, вот, и оно ходило в одну базу данных, вот, это было мейнфреймы такие, в 90-х годах уже появилась немножечко другая картинка, да, у нас к одному СОБД ходило несколько приложений, вот, и, в принципе, база данных справлялась. В 2000-е мы уже имеем другую ситуацию, что вроде как, уже не хватает одной базы, и получается, что у нас есть прослойка из, как раз, балансировщика, вот, он кидает на приложение, соответственно, для нескольких приложений существует несколько баз. Ну, и вообще, данных, на самом деле, стояло куда больше, даже тут по этой картинке можно видеть, что в 2000 году уже столько данных, сколько за прошлые года все помещаются, да, вот, ну, вообще, даже есть такая статистика интересная, что сейчас в один день люди постят, в принципе, в соцсетях своих и грузят всякие видео, и различные аудиоформаты, да, эти картинки, куда больше за день грузят, чем, например, этого было, не знаю, там, за год в 2000-х годах, вот. Вот. Ну, на самом деле, не только данных стало больше, но и данные стали куда сложнее, вот. Вот. Еще даже есть такая... В каком году уже это было? Ну, достаточно давно Билл Гейтса спросили, да, а вообще сколько нужно памяти, чтобы уместить информацию в человеке? И он такой смело заявлял, нужно порядка 500 килобайт, чтобы всю информацию о человеке записать. Вот. Соответственно, умножаем на наши 6 миллиардов, получаем вот объем, который нужно, чтобы весь мир уложить. Ну, да, но на самом деле, я говорил это в свое время про текстовый формат данных. То есть, если писать в виде текста, то всю жизнь нашу можно уложить, ну, вот, типа 500 килобайт, да? Вот. Какой-нибудь, не знаю, док в документе тексты. Но на самом деле, данные-то меняются. Вначале было просто текстовое документы, циферки. Потом появился хайпертекст. Ну, как раз появление, в принципе, технологии Wild Whelp, вот, то есть, ВВВ, ну, интернета, развивите его, да? Когда гипертекстовую разметку ввели, появились сайты. Потом появились всякие различные подписки, блоги, вики-статьи. Вот. Появилась всякие РДФ-информация. Ну, это мы только говорим, только даже, если говорить о различных текст информации, да? Вот. Ну, уж, если еще говорить о всяких различных медиаформатах, таких как видео, аудио, графика, да, куда сложнее уже получается. Вот. Ну, и вообще, основные тенденции появились, да, что у нас потребовалось больше различных свечей, все свечи, они переплетаются, информация по сетям передается, вот, много кластеров появляется, да. Соответственно, мы понимаем, что наша суббота, наша реализационная суббота, с учетом всех ее связи, она с увеличением количества данных, она, производительность ее резко снижается. Вот. И тем самым просто, ну, реализационная база не справляется. Вот. И тут как раз, когда реализационная база перестала справляться, люди начали придумывать, а как же вообще получить из нее, как-то, ну, скорость увеличить у нее, да, скорость выдачи информации, в частности, да. Вот. И начали появляться различные узкие решения. Вот. В частности, например, вот, всякие редисы, монго резко скачили. Там, на O4G, Hadoop, HBase, Cassandra и так далее. То есть много таких достаточно интересных проектов появилось, начало появляться. И у них есть одни общие характеристики, общие, как бы, такие основы, которые их объединяют. В частности, ну, они не используют традиционную модель, да, то есть там нет понятия связи между различными атрибутами, да, колонками. Вот. Они хорошо подходят для развертывания, кластера. То есть многие решения, на самом деле, они даже по умолчанию кластерные. То есть сразу там 3-4 кластера за собой ведут. Они open source решения. То есть вообще open source, оно достаточно сильно повлияло на развитие данных технологий. Ну, и, соответственно, поэтому им слуху. Вообще, какой у них основной принцип, да, то есть они данных ряд в виде агрегатов. То есть там нет нормализации данных, как таковой, да, а больше именно агрегаты. Вот. Как это вообще выглядит все? То есть вот, соответственно, у нас есть модель сверху революционную, да, вот видим на слайдике, когда у нас по таблицам раскидано, есть нормализация, да, в этих таблицах проводится. Сколько он связей мы видим, да, даже вот в этом примерчике. Раз, два, три, четыре, четыре таблицы, и у них он, каждая связь. Соответственно, чтобы вытащить какую-то информацию по ним, агрегированную, да, нужно обойти все эти файлы отдельно, ведь каждая таблица – это минимум один файл, в них найти информацию и потом выдать соответствующую запись. Вот. Ну и, соответственно, если мы используем агрегаты, то это будет выглядеть, ну, более такой коротком формате, да, в виде, например, Джейсона. Вот. То, соответственно, положив все это в одну кучу, мы можем сразу эту кучу забрать, разово прочитать и выдать ее клиенту уже в красивом виде. Вот. Ну, вообще, достаточно много у новой сквейли решений, достаточно много у них ориентированности. То есть, на самом деле, если говорить о революционной свободе, ее отбрали от революционной свободе, да, и почти любую задачу с помощью революционной свободе ее решали. Может быть, не совсем эффективно где-то там, с какими-то погрешностями, да, но в целом решение, ну, было, да. А когда же брали новую сквейль решения, их разрабатывали чаще все-таки под конкретно задачи. И у них получились так называемые ориентированности. Например, документы ориентированы, кей-валы ориентированы, для больших таблиц, для графических каких-то, да, когда требуется графа делать, там, например, иерархические, да, структуры, вот, или сетевые структуры, вот, для операционные, для аналитических систем. Здесь вот есть красивая на этом слайде картинка, то есть, какие задачи все-таки больше подходят и какие для них решения уже, ну, существуют, да. Вот, вот, например, мы видим, да, для аналитики и революционная как раз наши стандартные ПДшки сидят, да, вот, вот Oracle, MSSQL, в принципе, сюда же можно было поместить наш Postgres, хотя он немножечко шире. Помним, да, что в Postgres можно, на самом деле, использовать JSON-B, а это по факту уже не революционка, вот, можно вообще обойтись без кактовых таблиц, да, то есть в одной таблице всю информацию просто вложить, вот, и тем самым превратить из революционного ПД в нереволюционное решение, кстати, то же, что является плюсом ее, вот, ну, давайте поближе познакомимся, какие есть вообще виды новостковых решений, да, ну, прежде всего, это K-Value 100, то есть решение, которое храняет информацию в себе в виде ключа и значения, соответственно, да, вот, они навеяны от решения от Амазона, так называемая DynamoDB, вот, у них модель простая, есть множество пар, есть ключ и, соответственно, значение, вот, и для БД хранение, вот, задержание значения, получается, оно непрозрачно, то есть некий какой-то блок такой, весь сжатый, пережатый, вот, примеры таких баз, это, вот, например, Voldemort, Redis, React, ну, на самом деле можно продолжать и продолжать, много достаточно новостковых решений нарисовали. Следующий, достаточно такой широко применяемый, наиболее, наверное, даже чаще применяется, чем K-Value, да, это документоориентированное, ну, они навеяны от Lotus Notes, от IBM, IBM впервые начал делать такого рода, вот, соответственно, модель данных там немножечко сложнее, то есть есть некое множество этих ключ-значений, вот, уже для БД содержание, содержание значения достаточно прозрачно уже получается, то есть вот мы видим с правой стороны, как раз вот, не просто такие ключ-значения, а вот это множество, никому G и Sony, вот, причем оно может содержать более сложную структуру вложенную, и примеры такие наиболее яркие, этих вот, как раз новостковых решений, документоориентированных, это CouchDB, ну, не Couch, а Souch, да, получается, DB, ну, и MongoDB, особенно Mongo, я думаю, все слышали о ней, достаточно такая хорошая баз данных документоориентированная, решает многие проблемы. Ну, окей, давайте дальше разберем. Следующий вид, NoSQL баз данных, это, ну, колум-ориентированная баз данных, вот, но она навеяна от Bigtable, от Google, ну, многие, наверное, слышали, видели, вот, а похожа, на самом деле, на колонку ориентированную, с UBD, вот, но у нее есть свои собственные особенности. Модель тоже достаточно простая, то есть получается модель, это ключ строки, семейство колонок, колонка и значение, вот, ну, посложнее немножечко, да, модель. Примеры, ну, вот, конечно же, HBase, это Kassandra, вот, кстати, это достаточно хорошее решение, вот, в пользу Kassandra хочу сказать, что вот сейчас у нас одноклассники, они работали на, реляционный СОБД использовали, правда, без реляционной части ее, SQL Server, да, ну, как-то так повелось, еще с 2007 года, вот, и сейчас активно мы, наши одноклассники переходят на Kassandra, правда, не чисто в виде Kassandra, да, а с ее неким модулем Drupal, Drupal, говорит, Droid, вот, соответственно, с Droid на выдачу значительно скорят, вот, ну, и HyperTable, да, тоже, кстати, такое яркое решение, вот. Примерно вот такая схема работы, вот, можно посмотреть, поразбираться побольше, да. Вот, следующий вид, но, новый SQL базы данных, это так называемая графовая база данных, то есть, когда структура изначально у проекта, получается у нас, ну, иерархическая, то есть, в виде какого-то графа, ну, или такой, семантической сети, да, сети какой-то. Ну, на самом деле, навеянные от теории графов, вот, от математиков, они хорошо моделируют сложные данные, вот, там есть узлы, ребра, их атрибуты, вот, один из ярких представителей, такой графовый баз данных, это на 4G. Кстати, я его пробовал на практике, да, ничего, интересно, вот, я его пробовал в задаче, ну, она была там такая, семантическая анализатора текста, вот, на естественном языке, и там с помощью, как раз, онтологии реализовывали, это укладывали эти графы, вот, ну, достаточно интересный опыт был, мне понравилось, то есть, ну, может с ней работать, причем сразу тот же на 4G, он на несколько кластеров сразу раскладывается, вот, ну, давайте вообще разберем, какие области нашего вообще теоремы Капа, да, какие вообще области нашей теоремы Капа решает, ну, SQL решение вообще, какие решает именно RCD решение, да, ну, вот видно по этой картинке даже, да, тут нарисовано, соответственно, consistency и availability, вот эти два CA стороны, все-таки они больше за стандартными RCD решениями, да, такие как MySQL, Postgres, Oracle и так далее, да, то есть, ну, старая школа, да, вот, когда же требуется решать стороны консистентности и partition tolerance, ну, CP, да, то для этого более подходят решения, такие как документоориентированные, ну, например, это Bigtable, Hybrid, ну, Mongo, всякие, и так далее, да, ну, и, соответственно, стороны AP решают больше ключ значения, они все-таки более подходят для этого, можете дома посмотреть у себя эту табличку получше, ну, вообще, по какому принципу все это построено, вот, все-таки идет, ну, высокое решение, так как там в основе лежит все-таки ключ значения, то приходится, соответственно, делать различные маппинги строить и, соответственно, потом редюсить данные, вот, ну, как раз появилось такое выражение, MapReduce, то есть, когда как раз требуется построить, ну, пока разведут вычисления, да, вот, будут вычисления простые, но будет их очень много, это понятно, да, вот, также не надо будет связывать самому вот эти распределенные вычисления, то есть, недавно тоже разбирал MapReduce, как он устроен в Хадупе, ну, было интересно с ним поразбираться, так вот, там, короче, сделано так, что на уровне маппа, там вовсю подключается HDFS-система, то есть, там, получается, с разных серверов, с разных кастеров, параллельно тянутся разные куски данных, и они, ну, они именно маппятся, то есть, подтягиваются, и все ложатся достаточно, в одно место диска, то есть, оно не ложится по порядку, с одной стороны, вот, и все ложатся, ну, как бы, ну, в одно место, грубо говоря, да, вот, потом жесткий диск, когда он положил в одно место, все это сложил, по определенной порядке, он начинает читать по порядку, и это достаточно операция, ну, вот, ну, редюса, то, что чтение, сведение, она у него достаточно быстро получается, так как все данные собрались, разных мест, параллельно, они все положились в одно место, то, в итоге, читать достаточно, ну, эффективно и быстро удается, вот, ну, вот тут вот есть картинка, как это вообще выглядит, вот, то есть, есть вот воркеры, они работают с разных кластеров, воркеры забирают какие-то данные, потом их ложат, достаточно близко все в одно место, и работать потом в редюс, вот, вот тут вот лучше будет выглядеть, тут лучше немножечко выглядит, как это уже с данными происходит, вот, то есть, именно сам формат, там, тут скорее больше мапа, да, то есть, воркеры собирают данные, есть такое понятие мастер, именно на мастер ложатся, кстати, итоговые, собранные данные, да, вот, со своих кластеров, там есть какая-то промежуточная, вот, этот мастер, и уже потом с мастером все идет, остальная работа, ну, интересно, на самом деле, можно почитать побольше, по MapReduce, кстати, если, будете заниматься, например, не знаю, машинным обучением, или просто ходупом, да, то там часто спрашивают, именно, понимание того, как это работает в MapReduce, его основные особенности, ну, и так же, как работает, например, какие-то основные, вот, вот, файловая система, типа HDFS, как они, вот, позволяют делать этот мап, достаточно быстро, да, вот, ну, тут вот, для данного, в данном случае, можно посмотреть, как это вообще выглядит, в итоге, то есть, map собрали с разных мест, в данном случае, вот, мы DVD, Blu-ray, это, то есть, как бы, с одного места подтянули, то есть, видим, с разных кастеров, мы, на самом деле, тянем разная информация, ну, логично, да, зачем нам одну и ту же информацию тянуть, это было бы глупо, мы, именно, тянем разную информацию, вот, далее, мы, вот, положим промежуточный, вот, как раз, промежуточный блок, они складываются, складываются достаточно близко друг к другу, вот, физически, да, потом, жесткий диск, все это читает, и начинают их reduce, производить, то есть, именно, map был, соответственно, их сводить, их пытается, и на конечном итоге мы вот видим, что, например, в Blu-ray у нас два таких, было, SD5, DVD3, видео1, вот, то есть, мы получаем какие-то уже конечные результаты, ну, как, давайте, как бы, поняли, да, что, да, здорово, но, сказали, вроде, может, должен быстрее работать, да, но какие же вообще есть недостатки решений, вот, ну, например, вот у Mongo недостатки есть, три конфиг сервера, например, или MapReduce однопоточный, кстати, ну, это старая информация, сейчас вышла недавно новая версия, MapReduce этого MongoDB, и они все-таки MapReduce сделали уже многопоточным, вот, поэтому, в принципе, одним недостатком MongoDB меньше, вот, продукт все равно молодой, есть баги, от них никуда не деться, вот, максимальный размер объекта таки остался, 4 мегабайта, тоже не очень удобно иногда бывает, вот, если требуется какие-то маленькие вычисления делать, вот, на 32-битных машинах, соответственно, максимальный размер одной базы будет 2 гигабайта, но это тоже понятно, почему, да, а потому что с памятью же она работает, ну, а что, а как ты можешь больше использовать памяти на 32-битных машинах, никак, у тебя просто разрядность ограниченного количества оперативки, раз оперативка ограничена, то MongoDB ограничена, потому что она в памяти работает достаточно много, вот, Redis, тоже так же, все должно помещаться в RAM, основная вообще, в принципе, специфика работы, так называемая база данных и в памяти, и memory, вот, так же может быть у него не совсем персистентность, тут snapshotная, тоже не очень удобно, да, либо она up and only, с какой-то синхронизацией, будет жрать просто немеренно процессора, то есть есть свои какие-то тоже такие минусы, ну, вообще, Redis чаще все-таки используют не как отдельную базу, все-таки, а как некое кэш-подобие, мы об этом уже говорили, вот, ну, вообще, у Redis, так же у него подразумевается, архитектура, так, трейдов в памяти, на скорость, вот, то есть и поиски, там уже там индексов нет, то есть, ну, вообще, в K-value, как таковых индексов нет, вот это тоже минус, вообще неудобно, вот, и масштабируется не очень удобно, K-value, на 4G, все на одной машине, этот вообще минус, вроде бы кластеры есть, но они такие как-то, тоже опять-таки, на 4G вроде бесплатно, но какая-то лицензия не очень такая, приятная, а коммерческая использован, совсем не дешевая, соответственно, ну да, вроде Новосквейли, вроде Open Source, но, тоже не очень, у Kassandra есть особенности, тоже, у нее нет индексов, кстати, вот эту проблему, нет индексов, решили с помощью, дополнительной тулзы, в виде друида, чтобы как-то реально ускорить, сбустить скорость, вот, ну да, у него вот высокая read, write, latency, это осталось, за счет, конечно, этого гарбич-коллектора, Java, ну, какие-то проблемы есть, конечно, у Kassandra, реально, ну, в целом, на выдачу нормально, кстати, работает, масштабируемость, у многих, но иску и решение, вообще, проблемы с масштабируемостью, каковы, вот, HBS, hypertable, например, много данных, вот, и не нужны производительные запросы на транзакции, у Kassandra, ириака, он при высокой нагрузке на записи, и происходит слабо, консистентность, вообще, то есть, есть, есть проблема, вот, транзакционность, вообще во многих решениях, в принципе, там, точно есть проблема у новосковых решений, изначально, в принципе, они даже многие, новосковые решения, как таковы, от транзакционности отказывались, потому что, ну, понятно, почему вообще, да, когда ты работаешь с памятью, и хочешь предоставить туда многопоточный доступ, без всяких локов лишний раз, ты транзакционность себя в итоге не добьешь, что там как таковы, представляешь? А, когда мы добились, ну, я расскажу про таранта, да, там сложно транзакционность, вообще, вообще плохо, в этом плане, конечно, стандартная реляционка, она работает лучше, там транзакционность, хорошо, или, если есть транзакционность, то теряется тамарность, например, вот, опять-таки, консистентность, нужно как-то пытаться решать, не знаю, слабо консистентны, те же самые, как, как, реак, ну, вот, про сам тарантул, давайте поговорим, ну, да, там, кстати, недавно у нас даже проходили, у нас сейчас, кстати, вышла версия тарантула 1.7, недавно, достаточно неплохой продукт, от мэйл, группа 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 группа, сейчас я пересел на 17 этаж, и у меня почти в моей ромашке, аж два программиста тарантула, но они скоро объединятся, тарантулисты рядышком сидят, в общем, вот, ребятки там делают, да, она расширяемая, она транзакционная, именно транзакционная, и она действительно для высоконагруженных, высокопродавительная, СУБД, например, у нас на ней сейчас, работает облако, у нас с тарантули, сервис почтовый лежит, используется, вот, причем, ну, в принципе, нормально работает, уже не первый год, вот, давайте рассмотрим, как вообще она работает, то есть у нее есть понятие такое, как пространство, space, да, ну, это что-то типа таблицы, есть кортежи, таплс, есть поля, есть индексы, индексы, вот, соответственно, space, вот мы видим, да, что-то типа таблицы получается, да, можно свести понятие, да, вот, соответственно, тарантул, или некая РСУБД, вот, вот их, space, это таблица, ВАРСУБД, ФИЛД, это, соответственно, колонка, да, ВАРСУБД, типы данных примерно такие же, ну, на самом деле, их несколько больше, сейчас покажу, типы индексов тоже, да, то есть, тут написано, х3, версии 1.7, они добавили еще больше индексов, например, добавили, так называемые, R3, да, и добавили для этих, для ячееческих, да, всяких данных, типа массивов, и добавили еще индекс, какой же еще индекс, еще какой-то индекс добавили, честно говоря, не помню, а, они для битов добавили, для байтовых типов, бит, байт, ну, короче, для таких вот типов данных добавили, вот, есть простые, составные, уникальные, не уникальные, поддерживают разные операции, стандартные, insert, update, select, replace, delete, поддерживает простой, стандартный наш SQL 0, ну, стандартный, который, основной, да, SQL, такой, который все переводится, на самом деле, еще можно программировать там на ло, да, и на си, то есть, эти два языка, на котором можно строить функции, процедуры, триггеры, вот такого рода штуки, ну, вообще, какие бы, типы данных есть, их на самом деле немножечко больше, то есть, вот есть скалярная, да, есть компонентная, да, скалярная, это типа число, строка, boolean, ну, и nil, да, выделяют, пустой тип данных, ну, композиционная, понятно, да, это, это, например, table, то есть, луа table, вот, и некий такой, tuple, или юзердата, некая, то есть, некий, получается, а-ля, и нам, да, в постгрессе, то есть, так называемый, кастом-тайп, вот, есть кое-какие факты, ну, они, на самом деле, не очень приятные, например, один из минусов, тарантула такой сильный, в том, что, да, она вроде все в памяти работает, но всего в одном потоке, однопоточная она, это ее большой минус, в принципе, ну, да, если память достаточно, ну, дешевая, можно достаточно быстро, там, или несколько, побольше кластеров на пигач, да, на тарантуле, и тем самым, вроде как, снизить количество потребителей этого процесса, то есть, один процесс, одно, одно, один поток, все одно поточное, в принципе, недавно общался с нашим, вот, админщиком, который постоянно админит на тарантуле, вот, ну, говорит, это, говорится, дает много проблем, вот, именно его одна поточность, порой бывают неприятные вещи, то есть, например, поток, долгий, в поток попал долгий процесс, и его, получается, ждут, пока он выполнится, приходится делать, как-то, малопроцессорное, ну, как бы, долгий, быстрый по времени, какие-то такие маленькие процедурки делать, чтобы лишний раз ядро не занимать, да, но зато за счет этой вот одной поточности легко организуется, соответственно, транзакционность, в принципе, на этом, в принципе, и построен, мы убрали мультипоточность, сделали один поток, и, соответственно, тем самым мы разрешили, транзакционность внутри этой СУБД, правильно? Вот, есть еще также факты другие, например, по количеству файберов, ну, так называемых, пулов, вот, в этом, да, если сравнивать с постгрессом, вот, что может быть достаточно, ну, много, вот, этим, в принципе, спасается вам, да, вроде поток один, но пулов много, мы приняли туда информацию, и, соответственно, но они в поток выстрелились в записи, то есть мы можем достаточно много в себя вобрать к нам запросов, и они просто будут вот в этом потоке в таком порядке выполняться, то есть мы можем много держать на себе, альянь джинс, он же тоже может много держать на себе запросов, их он может именно держать, вот, то же самое с тарантула, то есть ему, в принципе, прослойка в виде джинса не особо нужна, вот, еще третий тут есть, ну, посмотрите, она связана с непосредственно с луа-функциями, вот, том, как вообще вызывается и так далее, вот, ну, вообще, какие еще у нее есть особенности, на самом деле, да, все данные в памяти, это, в принципе, плюс и это минус, да, иногда, когда требуется, например, решение, чтобы данные, как бы, для анализа, да, большие количества данных, терабайтами, то нам в памяти туда не унесешься, вот, то есть нужно понимать, что данное решение, оно будет удобно, например, для каких-то, ну, небольших, относительно небольших баз, в принципе, да, или если ты, как сказать, ну, нет, в принципе, для больших можно баз, вот, например, наш, это, почта, она ведь, ну, гигантская, вот, но данные используются, ну, только те, которые используются, они в памяти, вот, это, в принципе, удобно, на диске будет тоже идти, с памяти будут сбрасываться параллельно на диск, вот, это тоже хорошо, потому что, например, вот, есть чисто такие, новостковые решения, которые чисто in memory, у них момент такой, что если электричество отрубилось, например, то мы потеряли данные, находились, которые в памяти, вот, данный вопрос решается у USC, в России, за счет того, что у него есть, вот, как раз, вот, вол, транзакции, то есть, пишет, транзакции есть, мы пишем журнал, эти транзакции, и постепенно по этому журналу он восстанавливает память, то есть, например, вырубил сэлитричество, часть осталась у тебя в памяти, она потерялась в памяти, но за счет транзакции, ты потихоньку, ну, база восстанавливается, сама, восстанавливается, поднимается до актуальной состоянии, и мы почти начнем потеряли все нормально вот соответственно решение если растет full транзакции делаем snapshot и вот тоже удобно читай free lock да то есть вот это тоже офигенская штука что у нас нет так называемое так как у нас опять таки в один поток мы делаем да но это минус как говорил в том числе это плюс то что в итоге нету рекуррентного доступа к этим данным соответственно нету как такового блокировки этих данных вот потому что ну их никто не блокирует не два процессора который читает одни те же данные или изменяет их вот есть не сохранный тип репликация встроенная хранима процедура можно писать на лое либо на 7 есть фоновые процедуры есть триггеры вот есть различные также джоба то есть полноценная почти рсбд да похоже чем-то очень напоминает на самом деле вот как вообще можно ей пользоваться например можно описать различные через php через питон есть в данном случае привели к авто инкремент реализована php вот так вот авто инкремент реализованного то есть плова понятно да это же язык оля джал вот это да а я у как пишется да вот я скриптовый соответственно я бы я учу похоже достаточно достаточно такой не слишком тяжелый язык достаточно но относительно популярны да вот то своими минусами своими плюсами также у него есть паттерны с моим кэшем да то есть есть возможность свои микропотоки создавать то есть обходить то как раз однопоточное ограничение виде таких вот небольших микропотоков вот соответственно для хранения сессия например есть пример такой есть используют сессии хранят в mail.ru на 4 машины всего у них по 2 тарантула вот два мастера две реплики используют и достаточно высокую производительность получает вот есть свои ограничения кратенько по ограничениям пройдусь покажу да например у него всего можно создать быть ну бы трешных и или хешевых индексов всего на одну соответственно какой-то instance на space всего 255 штук можно создать ну а на самом деле это более чем достаточно предстоящее на 1 space 255 индексов создать на одну таблицах примерах но это много но при этом на самом деле r3 шинах как я говорил этот блоками которые делаются да можно только стоит так один такой индекс но по факту это тип данных и рей вот это же блок там вы достаточно обычно бывает одного такого мудреного ну и также бит сет можно тоже создать один только количество вообще индексов на space и 128 на всю bd 255 128 одной из иной схем вот здесь вот максимальный размер филда ну соответственно 1 колонки до филд у нас она аля колонка это 2 гигабайта ну не очень много в принципе но хватает на одну колонку до гигабайта положить нормально вот максимальный размер получается байт это связанный с длиной аппоксимированных каких-то там данных 262 получается килобайта до 200 килобайт количество от индексов тоже да что можно на самом деле индекса не ограничены как таковы то есть он миллионными байт вот очень большие индексы могут содержать данные ну как это отдельные файлы чаще всего индекс это что не чувствую как по ней независимо количество space of всего вот столько вот максимально space of по сути 2 гигабайта да то есть это именно количество таблиц столько взяли просто-напросто интовое число доступных space of таблиц в одной базе данных таранту ну больше чем достаточно правильно ты можешь нарезать очень-очень-очень маленьких много space of здесь все равно хватит количество коннекшенов он тоже опять-таки оперативные скорее памятью до ограничивается но space size размер как раз одной фактически таблица вот тут написано есть эффективная там можете посмотреть сколько по сути ну по факту насколько памяти хватает да вот памяти оперативным а именно столько принципе и можно делать как я говорил так и база все-таки в памяти значит space надо рассчитывать по размеру вот у него еще есть некоторые такие специфичные вещи например что всего 32 символа у нас на наименование имени или роли наименование space и тоже 32 символа все 32 байта не символа байта кстати это больше да я что-то ну принципе байта один байт это один символ получается правильно же вот да но этот и миду в виде формате то получается всего 32 символа все-таки да ну мало принц хотела такая специфичная не менее наименование реплик тоже до видимо кластеров тоже 32 вот ну а всего апдейт операций количество да может быть в один момент порядка 4000 сделали странное ограничение честно говоря но видим чем-то обусловлено это видимо чтобы очередь не занимать вот эти как раз файберов вообще какая производительность на самом деле признать достаточно высокого не поэтому в принципе и не начали говорить и и начали использовать то есть на выдачу она хорошо дает вот то есть с учетом и остальных существует даже одна трейдовости это хорошее да еще том числе ну сам понимаю что там они такие хорошо настроены и так далее да ну достаточно то есть на чтение хорошо идет согласен вроде все здорово да все одной базе управляем на самом деле это не есть серебряная пуля нужно все таки че не говори когда работаешь с базами данных да то с ноской решение хочешь взять нужно сначала стуки трижды или четырежды подумать вообще она подходит ли тебе удобно ли она будет решает ли она все основные запросы возможно решить все основные вопросы и твоего бизнес-процесса да к примеру такой опыт был лена тоже рассказывала когда ну не проект деньги какой-то там параллельный проект тоже с деньгами связаны они решили взять эту нашу как раз тарантул вот туда еще была версия помн даже один еще не было была версия ноль с чем-то это было порядка три года назад наверно вот начали реализовывать вроде все укладывается бац а потом стали в такую ситуацию что ну тарантул просто не мог это делать на тот момент вот вроде бы писали ticket но ребята еще пока старались пилили первую версию вот не могли особо помочь мне кажется конечно проблема взаимодействия может быть они напилили бы те моменты которые тарантул не мог решить просто видимо было лень идти но все равно в общем мой вам совет когда вы отталкиваетесь то что будете делать выбирайте правильно на русскую решение нужно думать задуматься какое можно вот кстати хороший пример есть такой да у меня дружище работают в отделе департамента игр вот и у них вот стала недавно задача такая представь себе да у тебя есть какой-то срез логов ну он по игре варфейс сделал то есть вот есть одна игра по одной игре стоит каунтер например сколько за этот матч один человек убил сок он умер сок он очков набрал и так далее короче какая-то такая статистика у тебя этот каунтер по одному человеку за одну игру 1 тебя запись естественно в один момент даже у тебя будет тут до хера игр по количеству людей одновременно в онлайне вот который именно каких-то сессиях участвовать много будет соответственно за какой-то средств например там неделю до данные разрастутся мама не горюй да там терабайта будут данных вот и у аналитиков них периодически возникает такая ситуация что блин какой-то косяк случился или нужно что-то проанализировать или там посчитать статистику выявить лучших людей там да по ним им какие-то там призы дать или чё в общем такой рода работа возникает у них вот и они в итоге берут этот срез за не за неделю и по нему должны сделать какие-то соответственно группировки сортировки выявить каких-то может быть конкретных людей поиски да вот такой рода работу сделать вот так вот в начале сейчас когда это не было они раб использовали монго то есть в монго грузили данные постоянно да и потихоньку старые данные подтирают из манги ну просто уходит то есть если хочешь что-то сортировать для монги это сложный процесс долгое делает нажали и так сидишь и ждешь короче блин а когда то есть работать на почти нереально было чем в итоге ребятки сделали они ну таран тут точнее подойдет сразу понятно да логи терабайтные терабайт информации нужно понять терабайтному куску данных лазить смотреть искать и что-то выдавать плохо сразу вообще любая и memory новоское решение тут вообще не подходит никак монка тоже она все равно in memory много делает не катит вообще не решение как альтернатива ну может быть rcbd да все-таки по диску лазить что-то делать вот вроде майской еще нажимая данные подгрыжем адано может быть стоит но недолго в итоге они посмотрели решение от яндекс кликаус наверх слышали да вот оказалось что решение достаточно тесно именно для таких вещей как вот анализ логов удобно больших во первых горчон он написал утилиту она с монги выгружала в этот кликаус и блин реально терабайты данных она умудрилась загрузить быстро это мега круть просто быстро загрузил данные второе вы че удивило когда он загрузил данные он заметил что этот терабайт данных с монги вышел чуть ли не в 500 гигабайт то есть чуть ли не в два раза уменьшился по размеру то есть его какой там компрессия достаточно ну хорошо сработало причем даже сравнил с mysql который достаточно хорошо сжимает даже по сравнению с mysql он еще меньше все таки по объему данных хранил у себя вот ну что не может не радовать потому что все таки ну например можно больше логов за больше месяца хранить там все таки ну и конечно же самое главное чего он делал чтобы люди могли с этим как-то работать и действительно кликаус позволяет точно неплохо точно оперативно эти массивы данных как-то вращать то есть люди делали сортировку они им дал инструмент по умолчанию инструмент позволяет также и какие-то минимальные анализы делать информация в принципе он именно для анализа данных инструмент кликаус существует и он достаточно хорошо с этим является то есть работа данных там группировали сортировали ну вот конечно же это не в бою не делалось не в памяти это естественно поднимался какой кусок там что-то память делается 5 на диск это именно за счет того что как-то данные постоянно туда-сюда крутится ну вот главное что вы сделали вот такой интересный опыт работа с кликаус был ты сидим да что все таки есть задача и нужно решать задачу и нужно именно анализировать справиться ли это ноской с этой задачей хорошо вот они и так что ой а я слышал манга хорошо работу или о там тарантул хорошую базу данных носку и да и и так не надо делать плохой решение сначала думай какое подойдет вообще подойдет ли только потом бери и уже пробуй опять-таки ключевой пробуй потому что может написали хорошо а у тебя не сядет понимаешь и или у тебя в итоге где-то там не получится становится задумать именно подходить для конкретного соответственно решение использовать конкретные какие-то новые сквель там база или вообще революционного база надо сходить именно из задачи пока но вообще если посмотреть для интересу статистику да все-таки видим что ну не один на самом деле сейчас ее старается да она же на самом деле наш тарантул да вот ребятки с маркетинга у меня тоже сидят они работают с клиентами конкретными вот у них их отзывы собирают для них реализуют какие-то решения сейчас они пошли от хода что просто инструмент тарантул никому не нужен нужно конкретно специфичное решение например сейчас для выпил кома для анализа его логов реально используют тарантул и достаточно хорошую дает вот эти вот в аналитических системах именно отчетных системах он достаточно хорошие дает данные то есть постоянно эти данные калашматиться все это в память увели очень хорошо быстро выводит информацию вот то есть в белком довольны ну если посмотреть по статистике работа вот глянул тоже кстати сейчас это сайт уже больше работаем mail.ru нету старые картинки да и наверно больше сейчас майскую или потихоньку принципе наверное второе место доходит по сбросу почему-то популярнее хотя мы сколь на самом деле ребят тоже неплохой инструмент новые версии пилится они наконец с рекуррентным доступом без блокирования всей таблицы сделали решают урок листы там почему только рак лист еще комьюнити за то что все таки опыт сорос до решения то и комьюнити тоже они соответственно реализуют какую-то свою бода на майскую или да но при этом они как бы вносят туда и при этом предоставить что вот мы разработали вот эта часть функционала мы по ней предоставляем вам платную техподдержку за счет платной техподдержки они распространяются вроде бы бесплатно база но поддержка платная также то же самое на самом деле с постгрессом как я говорил по сгас профессионал компания именно активную развивающие постгресс да она вот например именно она ввела вот эту мульти ну придаваясь то есть вот сейчас данное не так что один запрос одним потоком делается они много по точность вели ну окей а давайте продолжим дальше так вот короче такие вот как постгресс например профессионал комьюнити дано позволяет как раз решает ну вообще видим потихоньку набирать на самом деле обороты мозг и решения вот но из них принципе все таки лидирует именно из новосквей решений лидируют кассандра ажбэйс вот как раз гуглс к решения соответственно да гуглс к этаж бейс вот например еще также вот очень много достаточно занимает монга дебида тоже популярное решение тарантул надеюсь тоже скоро будет в тренде вот но если честно то все-таки от основного пирога rsql решения уже начинают отщипывать все таки да то есть есть реально задачи которые как раз новосквей делают лучше вот ну давайте рассмотрим еще одну москвей лбд это монга тв кратенько по ней вот что вообще такое ну на самом деле язык у монга дбс и плюс плюс реализован да есть мастер слоев репликация а кстати забыл сказать что в тарантуле я вот смотрел сегодня спецификацию его кроме наличие всяких вот этих как его зовут триггеров в тарантуле еще есть мастер мастер репликация то есть мастер слоев репликации еще мастер мастер репликации то есть из коробки вот тоже удобно бывает часто именно ну кидайте дальше про монга также у него шарды есть у монги javascript язык лайк но для запросов то есть там на javascript пишешь схожи очень язык такой с javascript он он тоже в принципе и он тоже принципе из этого из джата того самого до джала точнее того же семейства языков джал вот можно какие-то кастомные javascript функции рисовать на стороне сервера то есть функция вот также достаточно неплохой у него performance журналирование есть ну да ограничение понятно да то есть на всем 30 бита bd маленькая потому что memory пустая bd смешно до пустая bd весит 11 метров там все кучи своих всяких вещей несет поэтому приходится для больших методанных у него есть для больших файлов есть вот как раз горит fs ну и делаю пространственные индексы ну принципе неплохо да и используйте у многие достаточно компании вовсю тот же ebay используют сап другие большие крупные компании вот вообще как начать сработать с монга на самом деле совершенно просто вот кстати поддержку монга также достаточно много всяких есть онлайн видео да есть также бесплатно можно получить сертификаты и даже бесплатный курс есть по монга который вы можете найти интернете скачать посмотреть вот ну начиная с того что скачиваем сначала много лучше всего конечно же работать с новой сквей базами на линуксе вообще на самом деле не рекомендуется база на винду всякую ставить на примере лимана макоси это связано с тем что все таки сама по себе оперативность операционная система имеет какие-то дыры траты лишние не нужны ли ну х все таки этого во многом избегает особенно без графики есть специальная до согласен но все равно там какие-то ограничения ну мне лично мой админчик так сказал мне огни вот мой админчик до которая хорошему знакома до товарищ с работы вот он как бы в этом варится не первый год и говорит что все-таки лучше на линухе ставить вот больше кастомизирует можешь меньше всяких костылей меньше всяких проблем до проблемы есть там свои какие-то том числе еще источников и документации так далее все-таки ну работают достаточно шустрее ноги установили потом стартовали сам сам кластер монки вот мы можем использовать команды шоу бд например до шоу дбс увидеть и базы есть выбрать конкретно базу либо создать ее до показать коллекция коллекция это по сути есть те же самые ну аля схемы потом создать это коллекция ну схема не совсем схема скорее ну да коллекция эта схема либо показать таблицу то есть там именно понять таблица есть вот здесь мы можем ставить какой-то таблицу документа то есть вот мы видим в базе данных такой-то в коллекции такой-то вот соответственно ставка документа идет вот нужно также найти какую-то информацию с лимитить дропнуть коллекцию тире таблицу нашу до дробь на базу ну и удалить контракали либо почти данных только в коллекции вот так же можно проопдейтить одно и несколько атрибутов в этой коллекции поиск вот такому делается да то есть какие-то что-то типа паттерна да есть то есть знаку за галочка значит начинается с какого-то термина да какой-то фраза вот то есть оля такой оля получается по умолчанию даже поиск очень схожие именно с регулярками да немножечко напоминает можно также еще по эквалу искать понятно сортировки вот есть ascending минус один соответственно до ascending плюс один минус один вот то есть файн сорт такой-то по полям за лимитить можно отдельно функция лимит получается применяется схожи да вот именно с джаваскриптом очень напоминает можно сделать по количеству за различные агрегаторы каунты можно скипить информацию вот можно ключи считай до отводить как раз как раз по имя искать вот ну соответственно лишь можно посмотреть информацию вызов без скобок функции он даст информацию чё делать джейс код посмотреть также есть различные модификаторы данных то есть дефицит найти и модифицировать сразу есть сравнение выше ниже естественно он видим то есть знак доллара и жить и естественно больше да вот потому что джаваскриптовый до схожий язык чтобы всякие он не воспринимал лишний раз спец символы типа скобок до меньше больше вот они сделали именно через доллары так вот такое решили решение сделать вот соответственно больше ли работали ли равно например да гранды эндиквал до gt-e есть различные инкременты модификация но тут так называемый инк вот есть сет модификатора есть еще у них ans это ну или пуш и есть различные как раз когда работаешь с массивами всякие пуш и ans это они очень полезны либо удалить ну так назовем пуш-поп да вот но нет вот предыдущем слайде то видно из различных коллекций убирать как раз по сути любая таблица она в итоге ну любой этот вот как раз коллекция она является как раз набор по сути rm является как раз из нее вставлять или удалять новой строки так и приходится делать вот есть другие модификаторы типа позициями например да какая позиция строки там было про апдейтить с такой-то позиции то есть вставить в конкретный текст какого-то поля с какой-то позиции или там удалить то есть принципе все то есть есть более сложные такие сравнители то есть не просто grande меньше больше или равно да также входит ли он в какое-то множество или выполняется ли решение через или да то есть конструкция или и вот ол да тоже вот очень часто бывают определением например то есть язык принципе достаточно богатый также можно делать абсорда то есть специальная когда требуется сначала посмотреть если существует да если да то есть если не существует нужно стану ставить если существует нужно то есть они тем самым как раз и реализовали так называемый рекуррентный доступ да вот чтобы можно было данные корректно изменить при параллельных запросах вот ну тут видим да ты же как раз тут реализовано ну в целом у меня все по новоской решения достаточно такая коротенькая пара получилось вот ну на самом деле я с ним давно не работал ты можешь почитать отдельно на самом деле там не особо сложно можно разобрать все это по по слайду тоже как зачем ну смотри да в базах более-менее понятно тебе вот когда мы анализируем вот в rsbd базах более понятно как там все происходит именно объединение с нескольких таблиц значения not как вот происходит например таблица один файл мы берем таблицу другой и ты так называемый там есть джойн до объединение есть там различных с джойн вот так далее да когда она сначала хэш и делается потом они сравниваются фактически база делает тот же самый ну редюса на сведение делать map при этом у нее состоит в том чтобы сходить файл и из него по поиску забрать нужную инфу и чаще всего это делается но зависимость от баз классерная там или она или функциональная да вот надо соответственно забирать либо многопоточно несколько потоков лезет файл и читает в разных строках да вот либо она ну одним потоком лезет читает забирают так далее ну изменяет она обычно один поток чтения можно много по точно делать правильно вот как это делать если у тебя например не в одном файле ну хранится твоя данная до хранятся в разных файлах в принципе тоже норм одним процессором можно пройтись по одному жесткому диску или там понять таким жестким диском доступного да в принципе норм а хорошо а если у тебя например много то есть у тебя есть пять машин пять кластеров и ты с ней должен информацию забрать достаточно быстрый а потом ее свести и дать результат мы пользователя уже сложнее вот при этом как раз появляется так называемый мастер управляющий то есть некая управляющая . которая говорит что вот сюда столько потоков и пускаю туда я столько потоков ну такого рода интервал информации да вот по сути там информация на всех этих кластерах она будет лежать ну одинаково но забирать ты и будешь не так что читаешь одно и то же во всех кластерах а ты будешь считать что здесь считаю вот в этом промежутке здесь в этом здесь то где 100 получается процесс мапа у тебя он идет с многих машин ара их процессорами этих машин дойдет по сути ты разграничил процессора да вот и все их ты ложишь уже к себе поближе данная то есть процесс мапа фактически ковыряние во множество файлов ихними процессами и передача по каналу к тебе на твою тачку и положи ее все в одном место ну на диске в одну кучу сложи причем отсортированную кучу по правильному до чтобы я ее быстро мог потом среди усить вот и и положил эту кучу потом начинает сводить вот как раз процесс так называемый редюс и происходит вот он видим да то есть вот он в кучу сложил этот примежуточный результат от называемой вот это есть куча то который на мастера оказалась и ты ее потом начинаешь как-то сводить то есть уже тут видно же уже какой-то порядочный появилась да видишь ну вот но на самом деле упорядочена там она упорядочена именно то что лишнее ушло и она расположена самом деле также по кучам от каких севера пришло в той куча на лежит рядышком да ну а на самом деле на нем как бы почему вот почему нет на самом деле уходу по 2 уже другая картина вот уходу по 1 вот такая картина была примерно и вообще уходу по 1 да вот он за основу их раз взял основу map reduce но он при этом натянул еще ее с учетом hdfs короче свои под файлы систему круто сделал вот который читает на самом деле последовательно вот эта вот фишка у него она последовательно читает с разных тачек и потом все это может это же чтобы для последнего чтения и счета того что не нужно головки прыгать вот так вот так вот этом сильно экономит еще время понимаешь вот вот этот мега круто не придумали и они именно я честно говоря не помню может почитать но вообще ума придется он во многих но у сквей решения да еще вам вам во многих моментах он есть то есть когда требуется смапить с разных источников данных файлов элементарно да это ведь мы сейчас рассмотрели просто в рамках разных машин так можно самом деле в рамках одной машины сделать то есть несколько у тебя файлов лежит разные потоки пошли в эти файлы читают не все а читает нужные куски и то же самое у тебя локально делают просто на разных машинах это более красиво выглядит то что это более быстро выглядит то что разные процессоры почитать ты можешь больше информации прочитать ее выгрузить и вот в конце короче происходит reduce сведения то есть мы получили от разных источников разных процессоров их информацию она положилась и мы ее сводим то есть про с ней производим какие-то манипуляции вот это и есть основа map reduce на самом деле выглядит страшнее а есть уже куча куча вот этот вот по сути принцип работу до информации map reduce map и reduce ее многие реализовали уже на уровне просто-напросто библиотек например для питона есть мы придем библиотеки и по факту она выглядит очень просто ты просто указываешь что делать куда отложить и куда результат какой какой должен результат и куда его вообще фигачить и все и ты получаешь офигенские достаточно быстрый алгоритм того что у тебя данные из файлов с файлами работаются да то есть в принципе именно работы с файлами вот всегда то есть там не будет такого что ты работаешь с у б.д. из нее делаешь map reduce нет только с файлами в этом и фишка что тебе не нужно накручивать что-то дополнительно а у тебя вот сам принцип map reduce а работать ну хорошо вот и в итоге получаешь такую информацию это все библиотеки для этого делаются специальные которые сами распределять потоки и так далее вот сами дублируют при необходимости эти файлы в общем все сама работает короче вот поэтому обычно на собеседованиях нифига не спрашивают а вот нет делаем определился предполагать что ты сядешь посмотришь и реализуешь это быстро все использую библиотеку но спрашивать на собеседование часто вот именно принцип как она как она вообще работает его принцип вот они хотят видеть что ты понимаешь что информация обрабатывается параллельно например да что она тянется провели или как есть с нескольких файлов но с нескольких файловых систем с низких кластеров что на вот именно с них идет что рождается при этом воркеры да так называемая то есть как раз сколько воркеров пойдет вот в данном случае у нас опять воркеров выделили мы веришь 5 отдельных кусков есть каждый воркер фактически этот как раз он свою часть информации вытаскивает нет там 5 воркеров нет вот ты не считает а это просто выгнили в кривую картинку воркеров здесь 5 по количеству этих если мы хотя может я ошибаюсь уж и ну всего 5 получается воркеров до данном случае да 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 они одни маппет другие редюсы да все верно все опять то есть по количеству операций то за ниже тоже параллельно это делать на самом деле и мапы и редюс делают постарается параллельно как можно то есть часть информации пришла и и сразу же маппет и и тут же и редюсит понимаешь потому что смысл тебе собирать сначала в кучу а потом и вне ковыряться но это глупо трата времени сразу и собирайте ковыряться в этом выделять разные так называемый воркер кто это все делает ну да в этой куче сразу же роли да ну это вообще сложно не потоком это сбор все долго вытаскивать все это даже если несколькими потоками в любом случае тебе придется пройти по каждому из файлов или по одному файлу ну нет скорее всего по по каждому те редко бывает что по одному нужно искать но чаще всего именно по многим файлам нужно найти информацию к примеру да ты у тебя есть веб-сервис ты для каждого пользователя пишешь его лог сессии входа что он делал куда кликал чуть дину что производил и так далее вот в итоге у добралась хреново туча таких логов маленьких и ты по ним хочешь теперь сделать общий анализ а вот куда чаще всего эти хреново тучи пользователи кликал вот на такой вопрос ты хочешь ответить и ты запускаешь как раз map reduce по этим мега много файлам и получаешь информацию ты и региусишь в количество потом вот такой принцип круто же это это получаешь быстро нет это это принцип такой работы большинства на скольбас они же работают с файлами все равно и у них принцип работы именно map reduce там лучше ничего не придумаешь смотри а вот смотри вот вот теперь усилим да вот но у сквейли у них принцип такой но они еще многие работают именно в память вот представь себе что мама придет происходит с памятью то есть не просто какие-то воркер амина воркеры памяти там выделяются процессы отдельные и они работают вот туда в память все это хигачит и сводит тоже память опять таки просто ну вот и просто ты получаешь при этом прирост на быстроты а логи варфейс это другое было для анализа а вот часами что анализа логов например да да там только на узкую как ты будешь искать решение она захлебнется смотри да монга она не прокатила в том смысле что окей ложить она может себя быстро хранить она в принципе может но вращать этими данными и уже сложно почему там получилось кликаус ускорение а у него принцип работы другой монга она все пытается втащить себе в память каждая дана всегда пытается тащить память память у него захлебывается в любом случае потому что терабайт данных память не уместить нету терабайта вот в итоге получат что и чтобы сортировать ей постоянно приходится туда-сюда гоняться память диск память диск память диск все умерла кликаус на другой принцип работы у него что-то там связано с сжатием из перестройка на диск то есть он порцию чаще старается работать диском да он много диск грузит но при этом получает результаты такие большие массивы нереально да он именно для работы с гигантскими массивами данных и по ним когда тебе приходится какие-то сортировочки группировки какие-то поиски выполнить вот в этом плане ему проще он работать диском вот но сам понимаешь да что желательно но вот еще фишка что он охрененно быстро грузит на себя ну вот это тоже офигенски то есть он какие-то еще пытается там пробежуточный результат там глубже вот я просто причем проехали кал сказал что какие-то задачи в нем решать удобнее какие-то решать удобнее в манге она какие-то в тарантуле там традиционность тоже но тестирование да кстати почему нет да забиваешь красота до тарантул данты грусти сильно хорошо пойдет согласен но вообще ну нужно отталкивать задачи какие-то помешно пример мы говорили что можно к постгрессу подрубить редис и ради используют качестве кэш и примеру да тоже ради суд пишу она в памяти вся почему нет удобно тоже клиент соответственно эти редисы редисы причем наплодить их побольше вот все отдаешь туда живите не хочу но то есть ну все нужно отталкиваться от цены на задачи о о о о